Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 38-й главе книги пророка Иезекииля. И снова мы сталкиваемся с пророчеством, которое попадает сразу в две главы подряд, или можно сказать, что граница между главами была поставлена посередине пророчества, потому что на главы текст был разделен через полторы тысячи лет после написания. Итак, 38-я и потом 39-я глава говорят о некоем северном народе, Гог в земле Могог, знаменитые тоже слова, звучат в рифму. Речь, собственно, вот идет о чем. Для израильтян север – это такой символ безликой и злобной силы. Ну, изредка, конечно, в эту землю приходили египтяне, но так, я бы сказал, умеренно, потому что египтяне были очень замкнуты, им мало кто был интересен за пределами Египта. А вот с севера то хетты, то шумеры, то ассирийцы, то вавилонии, то еще кто-то. И вот эти всесеверные народы – такие безликие толпы, которые приходят, убивают, грабят и уходят. И все, и ничего не созидается, ничего не происходит, просто, ну вот, такое уничтожение, уничтожение и грабеж. Вот этот самый Гог из земли Магога – это такой образцовый, модельный князь этих самых бесконечных северных полчищ, которые как прибой натекают на землю Израилеву. И вот во время плена, перед пленом, после плена, всегда есть некоторая опасность, что вот они опять набегут. Мы живем в трудном и опасном мире. В трудном и опасном мире. И израильтянам нередко кажется, что Бог оставил их один на один с этой стихией человеческой жестокости. Поэтому вслух народа Божьего Бог через Иезекииля обращается к этому самому Гогу, и изреки на него пророчество. И скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, выведу тебя, войско твое, еще всяких разных персов, ефиоплин, ливийцев, там прям вот это самое, по географической карте политической считываются названия. Персы здесь, ефиоплин, и тут ливийцы там, они никогда вместе не выступали. Поэтому это вот можно было бы... Современный человек написал бы все вообще члены ООН. Да, значит, вот всякое вот это, вот всех людей на тебя на виду. Гога, персов, ефиоплин. В шлемах, значит, со всеми отрядами многие народы. Ну вот, готовься, снаряжайся. После многих дней ты понадобишься. Нам не нравятся такого рода вещи. Вот не нравятся. Ну, во-первых, потому что, ну, как-то так, что же получается, что там этот Гог и прочие ефиоплине, они так вообще-то не нужны, и со своей свирепостью ничего осмысленного не представляют, но вот там в какой-то момент понадобишься. Нам вполне справедливо кажется, что, ну, как-то не так. Бог должен был бы относиться к людям. Это слепая сила разрушения, насилие, подавление. Там нет созидания, там нет милости, там нет человечного. И поэтому это все Богу не нужно. Величие, там, вагон. Персы, которые победят вавилонин, еще кто-то, там, все кто угодно. Брецание оружием, знаменитости, вот, понимаете, когда все боятся и уважают, там, друг друга, и преклоняются перед силой. Этого всего там, вагон, вот этого вот имперского восторга. А смысла нет. А смысла нет. А человечности нет. Может быть, надо думать о том, что к человечному Бог не относится как к инструменту, но всегда ли вы человечны? Вот такая вот неприятная мысль. Дальше. А что еще может быть в жизни этих людей осмысленно? Страшный, на самом деле, вопрос. Вот Господь говорит, в последние годы придешь в землю. История, которой властвует Бог, она концентрируется вокруг народа Божьего. Центр истории в доверии, в завете, вот здесь. Не в том, что царство Гога изобрело, не знаю, там, атомные бомбы, а царство персов изобрело там что-нибудь еще, танки. Не здесь центр истории. Центр истории в том, чтобы быть людьми и быть в завете с Богом. Все остальное крутится вокруг этого. И самостоятельного смысла вне истории завета с Богом, вне правды Божьей, не имеет самостоятельного смысла. Повторю, неприятная мысль, особенно, когда ты старательно держишься подальше от завета с Богом. Ну, суть дела от того, что тебе это не нравится, не меняется, к сожалению. Вот так. Ты поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, и в тот день придут тебе на сердце мысли, ты задумаешь злое предприятие и скажешь, поднимусь на землю неогражденную, пойду на беззаботных. Вот в тот день, какой-то день, помните ведь, что с точки зрения богословия и истории этой эпохи, по крайней мере, Бог в ней единственное действующее лицо. А в свободе человека там как бы не очень речь идет, пока только-только Иезекииль одним из первых начинает нащупывать пути об этом думать. Поэтому вот придет день, ты задумаешь злое, чтобы наброситься на беззащитных и произвести грабеж, ты собрал полчища, чтобы отнять скот, захватить большую добычу. Произвести грабеж, набрать добычу. Да, вот так. Имеет ли значение, что там этот Гогт себе напридумывал? Да никакого. Никакого. В тот день народ Моизраиля будет жить безопасно. И вот ты, сын человеческий, ты, пророк, так Гогу и скажи. Израиль будет жить безопасно, и ты это узнаешь. Поднимешься на народ мой и придешь на землю мою, и я явлю святость мою над тобою. Я явлю святость мою над тобою. Святость в данном случае отсутствие неправды в Боге. И якоправеден Господь твердыни моя, и нет неправды в нем. Вот, собственно, чтобы народы узнали меня, ты прийти, придешь с этим желанием награбить добычи, и погибнешь. И погибнешь. В тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, гнев мой воспылает в ярости моей, и произойдет великое потрясение, и вострепещут от лица моего рыбы морские, птицы небесные, и так далее. И по всем горам моим призову меч мой против этого самого Гога. Покажу величие и святость мою, явлю себя перед глазами многих народов. Вот Бог обещал, что народ Божий будет жить на своей горе безопасно, и всякие эти Гоги не одолеют его. Не одолеют. Бог действительно не покинет свой удел, если он сказал, что будет у них жилище мое, значит, будет жилище мое. В начале книги Изякиль видел, как слава Божья знак, еще один знак присутствия Божьего, сияющего облака Шрихины отходит от Иерусалима, потому что мы предали завет. Теперь Бог говорит, жилище мое будет среди них, и этот завет ненарушим. Ненарушим. И поэтому никакой Гог успеха иметь не будет. Если есть какой-нибудь смысл в его предприятиях, то только чтобы окрестные народы увидели силу и святости правду Божью. Субтитры 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 Продолжение следует...